Есть такой человек, Стив Джонсон, недавно, недавно, у кого-либо запись, 50-летний, да, в 70-е годы, когда он вдруг рассказал о том, что весь мир будет наполнен компьютерами и так далее, то есть он предвосхитил где-то на 50 лет, то есть это все то, что происходит в нынешнем мире. Тот человек, о котором мы сегодня с вами вспоминаем, предвосхитил на 150 лет, пожалуй, да, на 150 лет, очень точно, безупречно, точно, в общем, как это сегодня называется, тренд, не люблю это слово, в общем, ту свободность, ощущение, переживание, представление о мире, которое будет актуально, и которое больше того, больше того определит, и еще многие ходят вперед, вперед в судьбу нашей профессии, нашего мира, нашего окружения и так далее, у нас есть свой шум, вообще говоря, внутри. Я его для себя открыл тогда, когда вообще это имя было неизвестно, было выморочено и так далее, вообще, все, что касалось людей, состоявшихся до революции, все это, в общем, было отнесено к чему-то, в общем, мало понятным, неизвестным. В общем, он чудом преодолел этот рубеж революционный, чудом просто. Мы недавно уже читал, как сложилось у Васи Борского, как тот бежал по Льдуфинскому заливу, да, для того, чтобы потом сделать все то, что он сделал дальнейшем. Там иначе, предположим, сложилось, но не менее трагично судьба Шухолева. Шухов в этом отношении, конечно, конечно, он пережил, потому что он не мог не пережить, в общем, вот это состояние, состояние болезни, болезни страны, болезни страны. Он пережил это, но, представьте, сколько он мог бы, в общем, дальнейшем, так вот, если вообразимо, в общем, то, что получилось, несомненно, на взлете. И от этого дух захватывает просто. От того, в общем, чего мы лишились, что мы потеряли и что мы могли бы все вместе с вами получить. Потому что это не только вот эти фантастические, красотысячные конструкции, которые, если пропало, это не только. Это, знаете, это удивительный сплав конструктора, который был, и расчетчиком конструктора. Начинаем праздновать 160-летие замечательно архитектора. Причем, я не оговорился, конечно, архитектора. Даже в энциклопедии случайно и случайно написан конструкторном изобретателе, то 75-е и 10-е, и архитектор. Не имея архитектурного образования, он, конечно, был величайший архитектор. И более того, если подумать, это был единственный архитектор, пусть Андрей Владимирович не обижается, мирового класса по сей день, которого знает весь мир. Более того, умер вроде бы, а все произведения живы. Все произведения живы. Я имею в виду не те, которые доживают свою жизнь в Москве или в Москве, а произведения, которые получают дальнейшее развитие властей современной архитектуре. Возьмите последние сооружения, Пуанчжоу, или удивительные картинки, японские. Ведь это все на самом деле акты отдельности, Шухова. Мало ли кто-то пытался исправить, якобы исправить то, что сделает Шухов. Получается, скорее всего, хуже чистая конструкция Шухова, это всегда великолепно. Я думаю, почему у него удивительно красивое любое сооружение. Может и потому, что архитектор не вмешивался. Помню, это достижение Шухова, которое далеко выходит за архитектурой. Это, безусловно, гениальный русский инженер, ученый. Открытие Шухов сделал очень много. Это не только гиперпомоидные башни различного перекрытия. Перекрытие Альмаритет Шухов был изобретателем кредит-процесса, процесса перегонки нефти. И когда в 20-е годы возник спор между американским изобретателем, кто, как говорится, является автором этого процесса, этот процесс, как вы понимаете, он, когда пришло время бензина, пришло время широкого использования нефти, это был один из самых крупных народных успехов. Это достижение в области. Оказалось, что первый отец будет подбежавший Шухов, и это будет удовольствие международной судьбой. Таким образом, Шухов пошел в истории еще и как изобретатель генетического процесса. Он построил первый в России нефтепровод, построил огромное количество сооружений. Шухов находился в льду в день текущего века. Он был современником тех людей, которых мы считаем 20-го века, в области живопись, в области поэзии. В области культуры. Вот он был в области инженера, где-то был таким человеком. И, к сожалению, недостаточно чтут в России инженера. Ведь смотрите, англичанец очень ценен Дрюнелли, знаменимого английского инженера. Он популярен там на ровес Ньютона и Дарли. Недавно мы провели слушание, посвященное живому, моноскопию. Здесь выступали на этих слушаниях в Академии наук. Выступали многие наши специалисты, ученые, академики. В частности, один из них, вообще-то страны в России, занимается государственной конструкцией. Конструкциями ракетов. И там тоже используются сечные конструкции. Здесь вы можете найти фотографии, здесь какие-то из них были показаны. И вот такая книга, с объединенной механикой развития идей шума, была издакидана. Здесь разные аспекты развития идей шума. Это не механика, ведет был ученый. То есть, вот разные аспекты творчества шума. Механика, строительство, архитектуру, нефтяное тело. Вот такой же диапазон, широкий диапазон этого замечательного человека. Так что я только напоминаю, что шума была не только архитекта, а и тут вообще дающаяся личность, от которой может кондиться Россия. Россия. У нас отсутствует уважение профессионалов, вообще-то, я уже говорил здесь. Решается непонятно кем, непонятно на каком уровне, что и так далее. Произведение подобного свойства – это антиквариат. И каждая деталь, каждый фрагмент подлинного материала является собой абсолютно невозобновляемую, высочайшую ценность. Надо приложить максимум стараний, максимум усилий, а можно будет создать. Знаете, вообще говоря, туда пойти и посмотреть – это огромная разница. Потому что эти конструкции, они сверхразыскованы. Это совершенно непередаваемое ощущение, непередаваемое переживание. Тогда конструкция была искусна. Тогда конструкция была искусна. Сейчас это расчет коэффициентра, превышающаяся логику на площадь и так далее. Там, в тихонечку, уже исчезает то искусство, которое должно обязательно быть в конструкциях точно так же, как вообще во всем зданиям. Вот там перекрыть фонаря в Мушкузском музее – это есть. На 2003 год Московская мэрия проходит заседание, развещённое из тактики стерилизации для рождения Владимира Григорьевича Шукова. 5 тысяч работ участников, поиски из 25 стран мира, в основном фонд «Сообразная Шуковская башня», который занимается в основном захоронением творческого мозга Владимира Григорьевича Шукова, но и по ходу своей породы, своей деятельности. Также пытается защищать, сохранять в наследие учёных, изобретателей, конструкторов, архитекторов, художников России, которые, к сожалению, иногда бывают просто забыли.